Привет, ребята! Я сегодня решила переодеться в моих любимых Микки Маусах. Смотрите, какой классный. Все люди это Микки Маусы, во всех постах и видео говорю об этом. Микки Маусик мой. Я сейчас написала пост, как творят боги. Почитайте, очень классный. То, о чем я говорю в прямых эфирах, разными словами уже и так писала, и так писала, и так писала. Сегодня заново написала, еще раз, опять, только переставив буковки. И получилось опять что-то классное. Короче, почитайте, как творят боги. Как мы своими чувствами все творим. Как массаж. Ой, блин, вообще классный был массаж. Завтра или послезавтра еще пойду на массаж. Я прям расслабилась, так классно. Хотела поговорить опять ни о чем, и в то же время о чем, как творят боги. Не знаю, почему. Почему, не знаю. Вот реально, не понимаю. Одно и то же уже объяснила в эфирах. И одни и те же вопросы в чатах. Он прям сейчас в тему. Вот после каждого поста все, Елизавета, пишут, что каждый пост в тему. Блин, ну в тему ничего не может быть в вашей жизни. В вашей жизни все, что происходит, оно все в тему. Любая жопа, боль, болезнь, красота. Статья в Телеграм есть и в Инсте тоже. Да не, не про марафон, как творят боги. Я опять об одном и том же. Все про чувства, все, как мы творим, изложила еще раз по-новому. И буду каждый день излагать одно и то же, разными словами, чтобы до кого-нибудь доперло. Потому что в группе, в группах, да, постоянно они те же вопросы бесконечные. Вот вроде уже как объяснил, ну да, понятно. Мы творим чувствами, ну да, понятно. Но все же, я болею, что мне делать? Или, ну все же, я хочу денег. Но все же, мне нужно к тебе на курс. Но все же, мне нужно 2 миллиона. Где это сделать? Как это сделать? Как это материализовать? И опять об одном и том же. Вопросы одни и те же. И все же, и все же, и все же. Мы творим любовью. Все сделано из любви. А любовь — это процесс внимания, внимать, наблюдать. Если мы творим вниманием, то есть мы творим фокусом своего внимания. То есть куда наше внимание, то мы и получаем. Но внимание — это не о том, что вы хотите, а то, что вы чувствуете. Ваше внимание все время на ваших чувствах. Но вы 99% времени своего жизненного чувствуете нехватку, недостаток, чего-то хотите, хотите желания какого-то, хотите стать лучше, умнее, красивее, дальше, выше, офигенней. Вам все время что-то не достает. Вот это все то, что вам не достает, это все ваши чувства, которые вы чувствуете. Вы чувствуете, что это не достает. Поэтому вы хотите. Вы все время что-то хотите. Вы не можете находиться здесь и сейчас, потому что вы это чувствуете. А еще 99% складывается не только из чувств нехватки, а из чувства еще вины, то, что вы не можете сотворить. Или из чувства вины, какая вы плохая. Или из чувства вины, какая вы недостаточно классная. Или недостаточно классный. Недостаточно умный, недостаточно знаменитый, недостаточно богатый. Либо ваши чувства заняты тем, что всё время вы наблюдаете, как подавить то или иное. Вы маски-то свои носите и одеваете хороушести, правильности, умности, там, любые эти маски одеваете, то есть какую-то одну часть вот целого взяли и вот приняли её, типа вот это вот можно делать, а вот это нельзя. Прямо противоположное чувство вы всегда подавляете. Вы 99% находитесь в вашей жизни, в подавлении каких-то чувств. Я хорошая, говорите вы, и подавляете в себе плохую, но вы не можете быть хорошей, потому что у вас есть целостность вот этого целого. Одновременно вы и плохой, и хороший, вы не можете говорить о себе, это всё маски, да, это всё ваше эго, это всё, все ваши рамки, это все ваши образы о себе, но противоположно, если вы уже что-то придумали, то противоположность вы всё время подавляете, и ваши чувства заняты круглосуточно, 24 часа в сутки, на подавление каких-то чувств. То есть вы чувствуете, что вы себя подавляете, и продолжаете это делать бесконечно. Причём вы не только чувствуете, вы это видите, материальный мир, это просто уплотнённая форма, материализованная, уплотнённая форма ваших чувств. Чувства — это не проявленное, то, что ваше, да. А материальный мир внешний, он вторичен, он просто проявление ваших уплотнённых чувств. Ваше внимание не на деньгах, когда вы их хотите, ваше внимание на недостаток этих денег, ваше внимание не на хорошести, а прятание плохой в себе, ваше внимание не на умности, а прятание в себе тупости, ваше внимание не на красоте, а запрятывание за стрижками, покрасками, сиськами, одеждой, бриллиантами. Да пофиг ваше внимание спрятать в себе уродство. То есть у вас чувства все поделены. Вы всегда хотите, ум разделяет что-то одно чувствовать, но противоположное автоматически начинает подавляться вами. Когда вы хотите быть образ, да, из себя какой-то строя какой-то, каким-то, то, соответственно, противоположность, она вами подавляется. А вы целый, у вас есть всё. У вас нет ничего того, чего нет вообще. У вас есть всё. Вы обладатель всех чувств и всего проявленного вовне. Всё, что вам не нравится, это всё ваше подавленное, которое вы не хотите в себе видеть, но фокус внимания постоянно на этом подавлении в себе, улучшении себя. Поэтому вы наблюдаете во внешнем мире проявленный фокус вашего внимания, который вы якобы подавляете. Но когда вы подавляете, вы это чувствуете. Чувства не обмануть. Ум можно обмануть. Можно обмануть себя, да, мы это каждый день делаем, но мы не можем обмануть свои чувства. И мы всё время чувствуем раздражение, мы всё время чувствуем подавленность, агрессию, ненависть. Какая стремная пошла себя улучшу. Я не вижу в себе красоты, пойду улучшу. Мы всё время чувствуем, блин, 99% нелюбовь, радость, кайф, изобилие, счастье бесконечное. Мы всё время чувствуем, как бы подавить противоположное. И на фоне подавленного противоположного вроде как другая противоположность, хорошая, засияет. Но когда вы вот это вот хотите видеть, вот это вот всё самое улучшенное, классное и так далее, все чувства направлены на подавление противоположного. Но это цело, понимаете. Боги творят своим вниманием, а не той визуализацией, которую вы себе молюете. Почему визуализация денег, она их материализует, потому что вы её там бьётесь и так далее, но вы столько в себе подаете, и это всё равно вылезет. Вы не сможете получить деньги из чувства нехватки просто так. Вы их получите, но вместе с этим получите столько боли, столько жопы, столько проблем, столько ненависти, столько гадости. Вас будут притеснять везде. Вот чем больше вы подавляете себя, да, и всё, что из вас лезет, оно всё во внешнем мире проявляется. Вы наделяете все вот эти вот люди, это просто нейтральные персонажи. Вы их наделяете всем, что в себе подавили. А пиджак изумного суммы, да, она мне сказала, носи. Короче, я такая, блин, класс. Моё внимание у меня есть. У меня есть сумма, у меня есть магазин, заходи, перечу, хочу. Разрешите. Ну, что делать, да, с подавленными чувствами? Перестаньте их подавлять. Разрешите себе быть всему. То есть, если вы чувствуете, что вы чего-то хотите, это всего лишь образ тех чувств, которые вы хотите чувствовать. То есть, образ вовне какая-то. Не подавлять, значит. Ну, конечно, не подавлять, значит. Нахера ей это подавлять? Вы это подавляете, и вы чувствуете, когда вы это подавляете. Оно проявляется вовне сразу же. Вы все эти жопы, все эти проблемы, все эти недостатки, всё-всё-всё наплодили уже. Давайте любовь и красоту и счастье плодите. Но как это сделать? Переместить свой фокус внимания. Не на подавление, а на изобилие. Не на подавление, а на красоту. А как это сделать? Да уже принятие, принятие, принятие. Уже говорим про это принятие три года. Принятие, принимаем. Мы берём любое чувство, которое вы сейчас чувствуете по отношению. Да вот что угодно можно взять. Давайте болезнь возьмём. Что я чувствую, когда я болею? Я чувствую вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Букет просто. Но вы это в себе всегда подавляли, она проявляется. Это ваше подавленное чувство. Болезнь — это сигнал того, чего вы подавили. Разрешите этому быть. Как разрешить этому быть? Любовью. Разрешить с любовью это быть. Любовь — это внимание. То есть берём чувство и рассматриваем его, наблюдаем за ним. Не боремся, не подавляем, не пытаемся прикрыться противоположным. То есть мы что делаем? Мы вот это подавляем, чтобы вот эта ящичь сияла сторона. Но мы не можем без целого куском владеть. Мы если это подавили, вот этого тоже нету. Это тоже осколок. Это уже не целостность. Это уже потеря вас. Это уже не вы. Это уже ваши маски. Понимаете? Вот мы берём чувство, например, недостаточности какой-то и наблюдаем. Вот целый день просто посвятите себя хоть какому-то чувству. Понаблюдайте, что это за чувство недостаточности. А что я чувствую сейчас во время? Ну, недостаточность во мне. Наблюдайте, закрывайте глаза, медитируйте, делайте, что хотите. Я не знаю, как вам объяснить, как чувствовать чувство. Но вы каждый день что-то чувствуете. Вы чувствуете холод, вы чувствуете тепло, вы чувствуете радость, вы чувствуете грусть. Вы это чувствуете. Возьмите осознанно и начните чувствовать то, что вы чувствуете, разрешая ему быть. Вот в данный момент я чувствую, вот там написала, ревнивая я. Ревность жутко чувствую. Позволь себе быть ревнивым. Да, ты ревнивая. Признайся себе перед зеркалом. Я ревнивая, да, я такая, я хочу быть ревнивой, мне хочется обладать чем-то, я хочу обладать необладаемым, да, я признаю себе, да, я признаю, что я Бог, да, я признаю, что это Микки Маус, он наделёт моими собственными чувствами, потому что по отношению к нему я чувствую свои чувства, это не его чувства, это мои чувства. Но я наделила этот объект человека своими чувствами, и чувства-то я в своём теле, не в его, это моё, я признаю, зачем это подавлять, если оно моё, оно есть, оно никуда не может деться, оно не может деться. Я буду просто наблюдать свою ревность, и я просто за ней наблюдаю, я просто смотрю, да, я позволяю ей быть, ну, ревнивая я, но как только ваше внимание, внимание — это любовь, как только вы любовью и ревностью наделите, то есть вниманием наделите, и начнёте наблюдать, и вы увидите то, что эта ревность начинает трансформироваться просто при наблюдении, она начинает становиться единым целым, вот, с противоположным, то есть ревность, а здесь, что, ну, там, спокойствие, да, без чувства обладания, просто наблюдение, просто хорошо, просто классно, и вы понимаете то, что, блин, а чё это я? разрешить любому чувству, чувство подавленности у меня, я плохо себя чувствую, потому что мне нехорошо, хорошо, насладитесь, как в последний раз до одури, что вам плохо, да, мне плохо, разрешите себе чувствовать себя плохо, и почувствуйте, но как только вы начинаете наблюдать, то есть любить это чувство, принимая его, блин, ну, нету ничего, кроме меня вокруг, ничего нету, всё наделено моими чувствами, всё, что я не могу таскать в себе и подавляю, оно всё проявлено, потому что фокус внимания на этих чувствах всегда у вас был, он никуда не надевался, ну, так разрешите уже им проявиться просто из любви, а не из подавления, наблюдая за этим чувством, вы видите, как оно меняется, и вы уже чувствуете, когда вы наблюдаете за собой, что вы уже не подавлены, вы свободны, вам уже хорошо, ваша пружинка расправилась, она сначала была вот такой, и вы понимаете, ну, насколько вам становится проще и легко, вы просто разрешили этому чувству быть, оно становится целым, ваш фокус внимания уже на свободе, а не на подавленности, во внешнем мире всё подавление, на вас давление пропадает, вы не будете наблюдать во внешнем мире, потому что внешний мир — это только уплотнённая форма ваших чувств, и вы наделяете этими чувствами всё, вообще всё, что вы видите, наделяете, они вовне проявляются, эти чувства, но как только вы чувствуете, увидели в себе, примели, осознали то, что, блин, да, моё, ну, куда деваться, моё, нету больше ничего, это я, вот, стенка, я не стенку чувствую, каждый эфир повторяю одно и то же, я чувствую, что-то в руке, она, рука моя соприкасается со стенкой, и оно вот здесь вот, понимаете, здесь, не там, я чувствую, я точно так же с людьми рядом нахожусь, я чувствую, я чувствую его типа, его типа, но я себя-то чувствую, даже внутри моего тела, больше ни в чьих, в телах это не находится, это моё, что там другие тела чувствуют, мне не знать, у нас миры недоступны друг дружке, я чувствую в своём мире и наделяю только своими чувствами, ну, так хочу с ними бороться-то, давайте принимать, вы часто чувствуете вину, да, вину, что такое вина, это хочется винить, хочется обвинять, к зеркалу подошли, когда вы хотите обвинять, вы орёте, вы хотите орать, обвинить со злостью, со всей. Ты думала, что фраза «это не твоя вина» звучит, как будто ты отбираешь в кого-то, какого-то грузина бутылку вина, типа «это не твоя вина». Нормально, это не твоя вина, я грузин, я отбираю у тебя вина, бутылку вина. Когда вы подходите к зеркалу и начинаете себя винить по полной программе, вы маски снимаете и рассказываете о себе настоящем, какой вы на самом деле. Это хорошо, расскажите себе, какой вы на самом деле. Да, я такой, да, хорошо, окей, принимаю, наблюдаю. Но под вашим наблюдением, под вашей любовью, за этим чувством, оно трансформируется, оно меняется, оно приобретает вот эту целостность. И во внешнем мире вы наблюдаете другое, оно меняется сразу же. Так, что там? Про ревность тысячу раз там что-то написали. Просто берём чувство ревности и наблюдаем его весь день, что у вас там происходит в теле. Да, я ревнивая, да, я хочу обладать чувствами ревности, никого кроме меня нету, пустые сосуды все вокруг, наделённые моими чувствами. Я ревную к пустому сосуду, я ревную на самом деле сама к себе, я ревную то, что мои чувства, которые я в себе не принимаю, я наделила другого человека, этого человека у меня отберут. Но у вас не могут отобрать чувства ваши, не могут, если вы наблюдаете за своей ревностью и понимаете, что ваши чувства, они при вас всегда останутся, и они не подвластны никому, и никто о них никогда не узнает. Потому что это ваши чувства, и вы всех людей наделяете своими чувствами. Ревность приобретает вообще тотальное спокойствие. Вы перестаёте ревновать человека. Так мало того, что вы перестаёте ревновать человека, он не даёт вам никаких поводов для этого чувства, потому что вы его уже приняли. Вы перестаёте его наделять таким чувством, которое его бы в материальном плане толкало бы вызывать эти чувства, потому что вы его приняли. Я не хочу их вызывать, я наблюдаю, да, они есть, они во мне, оно уже в целостности, свобода моя во мне, всё моё, я не могу ни потерять, ни отдать. И нового ничего приобрести не могу, потому что всё есть уже. Ничего нового нету, всё есть. Если вы понимаете то, что ваши чувства, а не только ваши, и вы, наблюдая за этими чувствами, понимаете то, что моё это, моё, всё, какая ревность, у вас она просто выветривается из головы, вы просто перестаёте ревновать. И поводов вовне больше нет. Наделённый человек вашей ревностью перестаёт быть наделённым вашей ревностью. И поведение другое. Боги творят так. Если вы Бог, а вы Бог, начните себя наблюдать. Почему мы всегда говорим «быть здесь и сейчас»? Это только единственная точка, в которой мы можем себя наблюдать. Что я сейчас чувствую? Принимая любые чувства. Когда вы не здесь и сейчас, вы чувствуете миллионы чувств, и они сразу материализуются в материальной действительности. А эти миллионы чувств, это, говорю, 99%, если не 100%, это чувства борьбы и подавления со всеми вашими противоположностями. Вы любое чувство в себе подавляете, потому что вы разделили на «хорошо» и «плохо». Одно чувство разделили. Но вы ни того, ни того не получаете. И поэтому у вас постоянная нехватка. Постоянная нехватка чувств. А если у вас нехватка чувств, вы хотите бесконечно новые желания, новые желания, новые желания. Новые желания вовне – это просто букет материализованных ваших чувств. Вы не желания хотите, вы не денег хотите, вы эмоции хотите, вы чувств хотите. Вы не сумочку хотите, вы не есть хотите на самом-то деле. Вы хотите чувствовать. Чувствовать – это значит быть в себе. Быть в себе — это значит жить. Вы хотите жить. Вы хотите познавать себя. Познавать новое — это открывать в себе новые чувства, которые вы всё время подавляли и запрятывали. Найти себя, найти своё предназначение, открыть в себе бесконечный источник любви — это всё одно и то же наблюдать за собой здесь, сейчас. Это и есть ваше предназначение. Другого предназначения нет. Это и есть бесконечный источник любви в вас внутри, другого источника и визуализации света из него. Нет, это не это. Вы чувствуете эту тотальную любовь к себе, когда принимаете, принимаете. Женское принятие, женская энергия. Опять же, зачем её разделять на мужскую энергию, творчество, на женскую похеру вообще даже не будем разделять. Это просто ваше принятие, тотальное принятие. Это и есть тотальная любовь. Принимать свои чувства, которые вы подавляете, гасите. Вы всё время всё гасите. Вы не видите целое. Вечно у вас этот недостаток радости, кайфа, счастья, энергии. Вечно вот этот недостаток. У вас недостаток, но целой ручки. Вы хотите ручку. Но у вас недостаток — это ручки, потому что вот эту часть вы хотите, а вот эту не хотите. У вас есть всё, но если вы вот эту часть не хотите, получается, и ручки вам тогда не достанется, но не будет вам и другого куска, потому что либо всё, либо ничего. Если вы болеете, ещё раз, опять вот я пост написала специально, какие чувства вы чувствуете, когда вы болеете? Вот у вас рак. Что вы чувствуете, когда у вас рак? А что бы вы хотели чувствовать? Что бы вы хотели чувствовать? Там тоже подсказки. Вы хотите чувствовать там… И называете вот эту часть. Называете, называете, выпишите, найдите противоположное и поймите, вот что вы в себе подавили, вот это вот подавили. А что сейчас вызывает у меня рак? Найдите противоположное. И тоже наблюдайте целое. Но чтобы наблюдать это, надо быть здесь сейчас, просто наблюдать, что я чувствую. Я чувствую, блин, и принимаю, да, это есть во мне, это моё чувство. Оно никуда не денется, подавляет его, не подавляет. Но чем больше вы подавляете, тем больше фокуса внимания туда. А фокус внимания — это и есть любовь, вы творите любовью. Вы это всё сотворили. Коронавирус — это ваше всё подавление себя. Это ваша паника внутри. Потому что вы, блин, одно, ни хрена не хочу иметь. Второе хочу, но без целого не получите ничего. Не будет вот этого куска счастья и радости, пока вот это не примете, понимаете? Принять умом невозможно. Принятие — это просто наблюдать за этими чувствами, не гася его, а просто наблюдать. Я сейчас раздражена, да, я очень раздражена. Подойдите к зеркалу, раздражайтесь до такой степени. Вот наблюдайте, да, я могу себе позволить быть раздражённой. Да, я такая, но я не могу выкинуть половину себя. Ну могу, конечно, подавить, но это проявляется сразу в другом человеке, который меня подавит и злостью агрессией будет меня давить. Пока я вот эту вот часть в себе не обнаружу, не полюблю то, что, блин, все чувства нейтральные, оно всё моё. Внешний мир вам сигналит. Да он уже не внешний, он ваш, это вы просто, вы проявленный, непроявленный. Вы Бог, вы из всего сделаны. Мы каждое чувство наделили словом, увидели, различили, вот это вот слово такое, вот это слово такое, различили, увидели, осознали, как Бог там землю творил. Помните, куча видяшек на ютюбе, мы с Олей как-то вели эти эфиры с курсов, со встреч. И Бог, сначала было ничего, да, а ничего это уже что-то, это всё. Он увидел, разделил там небо, на небо, на землю, там посередине воздух, увидел, различил, наделил и назвал. Вот это вот мы всё увидели, ну назвали разными словами. Одно не, не моё, не хочу, но оно ваше. А второе, хочу, но его никак нету и не будет, пока вы вот это не найдёте, целостность вот эту вот не обретёте. Просто наблюдением, ничего не делая, ничего не делая, просто наблюдать. Ну это же так просто, разрешить себе понаблюдать за вашими чувствами. Если вы осознаете больные раком, какими чувствами вы... Рак, это просто сигнал всего подавленного в вас. Это просто сигнал, куда обратить внимание, что вы чувствуете, когда у вас рак, или что вы чувствуете. Ну рак у всех, потому что если люди вокруг болеют, это они болеют вашим раком. Это вы все так подавили, что пришлось вам этот груз разделить на других людей. Это вы больны раком, вы больны всеми болезнями вместе. Это все ваши сигналы, потому что любое чувство, всё подавлено. Вы всё разделили, вообще любое чувство вы разделили на две части, на три, на пять. Хотите вот один кусочек, а другой-то тоже вы. Поэтому вы больны всеми болезнями. Если в себе сигналы в теле не находите, находите других, потому что другие наделены втоком вашими чувствами, больше ничьими. Ай, почитаю вас. Надеюсь, про этот YouTube не будет мне ничего говорить. Ай, приветики, приветики. Статья в Телеграм, так нет. И там, и там, и везде. Благодарю за статью. Твой эфир чувства на YouTube огонь. Да там все огни просто. И сегодня тоже огонь. Красиво. Благодарю за статьи. Мы любим тебя. Только что была ситуация, я взбесилась. Потом вспомнила о том, что я сейчас чувствую. Сказала гнев злости. И меня сразу сказала себе там. И почувствовала, да, наверное. Обязательно увидела гнев злость, понаблюдала и сразу опустила, как и не было. И дело в том, что когда вы принимаете это чувство, понимаете то, что вы наделяете любое, вот вообще всё, что вы видите своими собственными чувствами, и эти чувства внутри вас, когда вы понимаете то, что это ваши чувства, то приходит автоматическое принятие. Вы это просто наблюдаете. Мир меняется мгновенно. Все ржут с твоего вина. Кстати, ты говорила, что если человек здоров, то он нездоров. Ну да, конечно, он нездоров. Потому что он всё подавление настолько подвил, что ему пришлось переложить всё своё нездоровье на других людей. Из-за вас, Куралай, все люди болеют. Я не болею, лежу и думаю, неужели я заблокировала себя, свои чувства, и как я заблудилась нереально с головной боли, с правой стороны. А, и как заболела голова. Ну вот, разрешили уже. Разрешайте. Я не могу смотреть на Микки Маус. Все люди Микки Маусы. Просто нарисованы Микки Маусы. Мы своими чувствами их наделяем. Не подавляйте любовь. А как не подавлять так? Ну, это уже объяснила. Очень сильные устойчивые нейронные связи, которые хотят привычку свою прежнюю. У вас есть воля, Сергей, выбирать. Зная. У вас уже нейронные связи давно перестроились. Мы уже перешли, блин, квантовым скачком уже далеко. Я уже вас всех перекинула вообще в другое поле, в другое место. Хорей цепляться. Вы уже знаете то, что вы вспоминаете стенку, вспоминаете вот этот прекрасный красный стул. Что когда вы соприкасаетесь с любыми вещами, с любыми вещами, вы соприкасаетесь. Вы чувствуете вот тут, в ладошке, да, в теле чувствуете, в собственном. Вы не сумку чувствуете, вы не стены чувствуете, себя, когда вы общаетесь с людьми, соприкасаетесь с людьми, думаете о людях, неважно. Вы точно так же в своём теле чувства испытываете. Не вы в теле испытываете чувства, Но когда вы об этом знаете, всё, принятие пришло, вы узнали, этого достаточно, всё, вспоминайте, чувства во мне, ну если я сейчас злая, куда я его дену, я могу его подавить, либо разрешить ему быть. Но если я подавлю, оно тут же проявляется, оно тут же проявляется вовне, в теле, в виде боли. Не хотим, ну мы такие офигенные творцы, ну настолько круто научились подавлять, не в нашем теле, так вон вокруг у людей это проявляется. Потому что то, что мы не можем грузить уже в себе это всё подавлено, просто кусок уже свинцами бы стали, мы бы уже железными человеками были бы, но не можем много всё давить бесконечно в своём теле. Мы начинаем наделять своими чувствами подавленными всех вокруг и видеть в них вот эту всю херню, потому что никак не хотим увидеть то, что чувства наши. Мы видим, мы видим эту херню в них, чувствуем что-то при этом. Это разве эти чувства этих людей? Нет, это чувства ваши. Вы же и чувствуете, не люди. Он козёл. Кто это почувствовал? Он козёл. Или вы это чувствуете? Чувствовать чё? Ваше. Так как тут либо дальше давить, либо принимать. Если вы хотите быть богами, принимайте. А если вы хотите быть богами, которые не хотят быть богами, ну вы и так боги. Ну то есть у вас есть воля выбирать. Как здорово быть собой. Стало позволять себе любые эмоции. Не подбирать слова, не думать о чувствах других. Только о себе это классно. Смотрите, вы только не разделяйте. Чувствуйте разницу. Он козёл? Или он орёт? Или я хочу орать? Это значит, я могу позволить себе орать, я могу себе стервой позволить, я могу себе той позволить. Это внешне не надо проявлять, это надо в теле прочувствовать, всё наблюдать в теле. Это не надо, значит, идти и орать, признать себе убийцу, наблюдать себе убийцу, что я там в себе убиваю. Это не значит, что надо взять молоток и идти всех рубать. Это не значит, что надо стать стервой и всех унижать. А я чувствую унижение других, или подавление других, или меня подавляют, пофиг. Я просто проживаю эти чувства внутри и принимаю, что у меня есть такое чувство. Но как только вы наблюдаете это чувство в себе, вам не надо идти и людей мочить. Не надо говорить, я так хочу, и это достаточная причина. Мы так делали раньше. Нет, вы просто наблюдаете за собой. Вы даёте любовь этому чувству, не давя, не гася, а просто позволяя ему быть внутри. Не надо внешне его проявлять. Но если никого нет, конечно, вы можете посуду побить, так легче. Но опять же, чем посуда там провинилась, непонятно. Но если ради игры, и вы это осознанно делаете, то почему нет? Выражать вовне или просто наблюдать? Наблюдать. Как только вы начинаете наблюдать, вам не захочется это выражать, потому что это чувство становится цельным. И вы вдруг понимаете, что злость — это и есть самая большая любовь, и вам от этого хорошо становится. Вы не хотите её выплёскивать, потому что из вас начинает выплёскиваться любовь целая. Понимаете? Как только вы чувствуете эту ревность, вы наблюдаете за ней, что это за чувство. Вот попробуйте его на вкус. Это чувство, что я хочу обладать своими чувствами. Они уже и так в вас есть, что ими обладать. Ну да, действительно. Позволить им быть — позволяйте. Автоматически вы понимаете то, что объект нейтральный, но не нуждается в ревности, потому что чувства ваши. Как только вы это понимаете, ревности нет. Они говорят, да, я ревнивая, и пошла там с шашками в голову срубать. Я такая ревнивая, я сейчас как тебя наревную? Нет, вы наблюдаете внутри чувства. Это чувство меняется. Внимание — это и есть любовь. Вы внимаете любовью, творите любовью. Это всё любовь. Это не бабочки в животе и оргазм — любовь. Или химия. А химия между людьми — это вообще классная штука, когда вы так очень сильно хотите получить какие-то чувства. И вот кроме этого мужчины, ну никак я эти чувства не могу получить. А он типа мне даёт. На самом деле вам уже доступны эти чувства. Если вы позволите этим чувствам быть, вы проявите. Напишите себе списки мужчин, каких вы там хотите или женщин встретить. И позвольте себе наблюдать за собой, что они, там, эти чувства у вас есть. Вы хотите там надёжный, заботливый, тра-та-та. Позвольте сразу два чувства. Надёжный, ненадёжный. И наблюдайте в себе и надёжного, и ненадёжного. Вы хотите там красивого, наблюдайте в себе красоту и некрасоту. Почувствуйте по очереди эти чувства и поймёте, что, блин, они неотделимы. То есть материализуйте в себе все эти чувства внутри, поняв, что стоит за вашим желанием. За любимым мужчиной, или за любимой женщиной, или за детьми, или за здоровьем, или как-нибудь болит раком. Просто стоят чувства, которые вы хотели бы ощущать, как хорошие, плохие. То есть неважно, оно целое. Находите вот эту целостность в каждом чувстве. Вы хотите там богатство. Проживите, почувствуете бедность внутри себя. Блин, начнёте проживать бедность внутри себя и поймёте, блин, ни хера я богатый. Ваши чувства, изобилие внутри появятся, когда вы начнёте наблюдать в себе бедность. Блин, да вы не сможете долго наблюдать в себе бедность. Вы каждый день чувствуете, что вы бедны, бедны, нет денег, нет благ, ничего нету, работы нету. Вы это наблюдаете, наблюдаете вовне. Это вам подтверждает, ваши чувства ещё усиливаются. Вы дальше их наблюдаете, дальше давите. Эти чувства опять проявляют. Действительно, самоподтверждающаяся, правда, постоянно. Ну, правда, она подтверждается, потому что ваши чувства просто уплотняются. Вы фокусом своего внимания уплотняете непроявленное в проявленное вашим вниманием. И вы всё время, я бедный, блин, нет денег, нет того, нет сего. Ну, попробуйте признать себе, да, я бедный. Внутри меня, блин, беднота. Ну, попробуйте её ощутить. Походите с ней, да, я бедный, признайте себе. Но как только вы начнёте разглядывать в себе бедность, вы увидите, сколько там изобилия. Автоматически ваше вот это богатство и бедность станет целым, и вы просто не найдёте в себе при некотором наблюдении вот эту бедность. У вас чувства поменяются, и вы будете чувствовать изобильность. И когда вы это почувствуете, вы увидите, как материальная действительность проявит вам эту изобильность во мне. То есть во мне, вовне, везде. И вы увидите это изобилие. Но только позволив себе сначала, разрешив эту бедность, в себе увидеть, принять её, не бороться с ней. Мы боремся с бедностью, да. Бедность — это... Мы же не с внешними какими-то вещами боремся, мы боремся на самом деле с ветряными мельницами, мы с чувствами своими боремся. Но если вы разрешите себе чувствовать эту бедность, насладитесь ей последний раз, вот доодри, любимое слово моё с сегодняшнего дня, как в последний раз. Вот прям насладитесь своей бедностью, потому что потом вы её не увидите. Насладитесь своей никчёмностью, насладитесь своим недостойностью, тупизмом своим. Блин, ну когда вы будете наслаждаться и видеть этот тупизм в себе, вы поймёте, какой же вы бесконечно умный. Но при наблюдении это будет. Вот это и есть сила любви, это и есть та тотальная сила любви, которая творит все чудеса, которая решает всё. Вот просто. Я хочу вас хакнуть вот прям в прямом эфире. Если кто не хакнется после этого прямого эфира, всё, я пойду переживать чувства... Даже не знаю, какие чувства пойду переживать. Будут быть чувств... Опять я себя не понимаю, опять буду плакать на взрывках сегодня в эфире. в дневном. Вот. Поплачу ещё раз, но я так думаю, что кто посмотрит мой эфир, ваш мозг хакнется. Вам не надо быть с йогами 40 лет, медитировать, чтобы к этому прийти. Вы прям сегодня можете себя хакнуть, весь свой мозг, и переключить себя с этого недостатка вечного, бесконечного. Ну, прикиньте, насколько вы, бля, изобильны, это вот насколько вы изобильны, если вы своими чувствами не только себя наделили, но ещё и переложили кучу чувств на людей, которые являются вот просто в вашем мире, вот в вашем мире, собственно, вот просто вот такими нарисованными Микки Маусами. И вы каждого наделили с собой. Вы всю красоту куда-то туда, да, вы всё богатство туда, вы всё вот вовне раздали, а себя не хотите чувствовать вот здесь, сейчас. Не хотите? Как только вы начнёте это наблюдать, вы охренеете. Всё, что вокруг вы видите, оно станет вашим, но только после того, как вы начнёте принимать. Вот это и есть принятие. Почему мы раньше говорили всегда о принятии? Почему это хорошо? Вот с разных углов заходили на курсах, уже, я уже даже не знаю, наверное, определённый путь уже многие прошли. Вот то же самое мне видео есть про принятие, о чём я хотела сказать, блин, мысли путаются, теряются, всё время я это. Всегда в броновском движении, мои мозги тоже. Причём, пуговица эта трётся об стол. Так. Сейчас. Нам повыше сесть не могу, она объясняет. Так, о чём я говорила? А, про принятие говорила. Помните? Принятие — это взять любую ситуацию и найти причины, почему это хорошо. Это то же самое. Это хорошо, но мы там через ум заходили. почему хорошо, что я заболел? Потому что я там дал себе отдохнуть, потому что я разрешил себе это, разрешил себе болеть, разрешил себе не ходить на работу, я разрешил себе это, я разрешил себе то. То же самое. Разрешить себе. И сейчас мы про чувства говорим то же самое, подойти к зеркалу и разрешить себе быть любым. Вы есть. И всё, это достаточная причина быть, существовать, жить, потому что вы есть. Нету никакого специального предназначения, чтобы найти причину, для чего себя любить. Вы уже есть. И вы уже себя бесконечно любите. Но фокус внимания не на том. Вы любите всё, что вы подавляете, раз вы так очень много про это думаете. Очень много на это глядите. Очень много рассматриваете. Где фокус внимания, то вы и любите. Если ваше внимание на том, что у меня муж там какой-то нехороший человек или жена там какая-то странненькая, у вас фокус внимания, вы любите, значит, эту нехорошесть, вы любите, значит, эту странность, но вы не хотите это признать. Просто не хотите признать. Фокус внимания это и есть любовь. Чувство вины пропадёт сразу же, как только вы себе признаетесь, обвините себя, снимите маски и поймёте, какой вы на самом деле и примите это. Вот это и будет хакнуть систему и признаться себе во всём. Чувство стыда тут же пропадёт, потому что я всех наделяю собой. Перед кем стыдиться? Я стыжусь перед собой. То, что я всё время всё давлю, 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 и ни хрена себя не принимаю. Начнём принимать, и стыда не будет. Что-то ещё хотела добавить? Эфир, как обычно, бомбический. Других не бывает. Ладно, мне кажется, я вспомню, если буду читать. Как здорово быть собой. Ну, конечно, вы столько времени тратите на подавление. Помню, я три года назад или четыре ещё рекламой занималась. Пост часто постила, такой классный. «Вы такая странная, у вас, наверное, столько... Вам, наверное, тяжело всегда быть собой?» А ответ был в посте, что «Да, мне тяжело быть собой, но носить маски и подавлять себя ещё тяжелее». Что-то такое. Что-то такое. Вот я вспоминаю, классный пост. Вспомнить бы его. «Так здорово быть собой, стало позволять себе любые эмоции, не подбирать слова, не думать о чувствах других, только о себе это классно». Опять у вас другие, понимаете? Вы не до конца принимаете себя, потому что вы ещё разделяете себя на других, и вы думаете, что чувства других — это... Вы никогда не узнаете, какие у них там чувства, может, они там в блаженстве все, а вы их наделили своими чувствами, понимаете? И если другим некомфортно, то на самом деле кому некомфортно? Это вам некомфортно. Вы видите, что человеку некомфортно. То есть мне сейчас так хорошо, я позволила себе там сучку проявить, мне так сейчас хорошо, и пофиг... Ещё раз повторю, что у меня тут моргнул интернет. Я тут, короче, решил признать в себе сучку, мне типа так хорошо, и пофиг, что тому человеку плохо. Я не подавляю в себе сучку. Но вы-то чувствуете, что тому человеку плохо. Значит, вы на самом деле чувствуете, что вам плохо. Вам от этого ни хрена не хорошо. Признать себе, что вам плохо. Как только вы признаёте, что вам плохо, так, чтобы телефон не падал. Вам становится хорошо. И другому человеку становится хорошо. Не просто так же ему плохо. Не просто так же вы хотите сучку включить. Значит, вы что-то хотите. Что-то в себе подавить. А если человек очень сильно требует внимания, это вы к себе требуете внимания. Постоянно пишет. Да. Это вы. Вы к себе пристаёте, чтобы быть здесь сейчас и чувствовать себя. Не думать о будущем и о последствиях. Если вы находитесь здесь сейчас, вы не сможете думать. У вас просто не получится. Когда вы наблюдаете свои чувства и находитесь в любви здесь сейчас, у вас не получится думать о последствиях. Но если вы о них думаете, вы не здесь сейчас. Если взять ревность, то это может привести к накручиванию, вероятно, к скандалу. Скандал к самоедству. Не получится бег по кругу. Так, это я уже рассказала. Эврика, до дебила дошло. Оксаночка, признаём. Ну да, я такая дебилушка. Ну, чем больше я не знаю, тем мне лучше. Потому что всегда придёт куча нового. А что держаться за старое? Старое уже ушло. Мне было очень сложно дать себе чувства, которые за желаниями, а вот дать себе просто чувствовать отчаяние, нехватку, которые есть. Это волшебство. Что потом? Что потом? Ничего потом. Люби себя. Всё. Вы чего-то всё время ждёте. Чего вы ждёте-то? Всё время ждём. А что потом? А зачем? А для чего? Что потом происходит? Так, ещё вопрос такой будет. Я пойду злиться, проживать злость. Как маску хорошести прокачать? Всё время её одеваю. Станьте плохой. Всё. Разрешите себе. Проживите весь день чувства плохого человека. Наблюдайте, что внутри у вас поменяется. «Мне надо быть самой умной и хорошей». Будьте, но вас будут всё время опускать так, что вы никогда не будете умной и хорошей. Вы всегда будете видеть, что кто-то умнее и лучше вас. И вы всегда будете хотеть того, что у вас уже и так давно есть, но будете испытывать при этом чувство недостатка. А чувство недостатка будет недостаток этот вовне порождать. То есть хотите порождать чувство недостатка? Будьте хорошими, будьте умными. их улучшаете себя пожалуйста как бы у вас есть выбор вы боги вы можете выбирать хочу стрижку как у тебя если ты в москве то мой муж тебя может подстричь я кстати сегодня еще не расчесывалась даже вот после массажа до перед массажем просто голову вымыла еще у меня на самом деле было коре а потом не вот эти углы муж что-то там отрезал сказал тебе так лучше ну ладно спасибо за стрижечку комплиментик на или я три дня благодаря тебе следила только за чувствами наслаждалась своей жадностью тревога вчера 10 тыс сразу получила сегодня еще 10 тысяч удаленку мне настроили на блюдечке все принесли подтверждение материальной действительности она работает так вот люди читайте друг друга отзывами делитесь своими отзывами делитесь своим опытом что вы как лампочка тусклый сидите в норах говорят во время схваток исполняется желание потому что во время схваток ты здесь сейчас на 200 процентов но я не знаю а если меня ревнует что вы при этом чувствуете когда вас ревнуют вы чувствуете подавление вот признайте я чувствую подавление когда вас ревнуют вы вы хотите убежать то есть вы сбежать от себя хотите вы чувствуете как вы от себя убегаете что вы еще чувствуете то есть не важно что там делают вовне каждый раз наблюдайте за вашими чувствами а что я чувствую ну и пофиг что вас ревнует я-то при этом что чувствую кого-то ревнует он чувствует ничего кого-то ревнует чувствует блин как классно здорово ну прикольно блин я есть я значимый такой кто-то чувствует меня прессует жестко прям так прессует каждый чувствует свои собственные чувства я за вас не знаю я просто перечислила что я чувствовала раньше сейчас я вообще не понимаю как ну я мужа вообще не ревную потому что он наделен моими чувствами я знаю вообще прекрасно что будет как будет ну блин это вообще невозможно просто не знать если ты у себя есть и ты понимаешь что ты наделяешь своими чувствами других вот меня муж тоже не ревнует потому что он тоже бог понимает что что за бред мы не сталкиваемся с этими чувствами просто потому что мы их давно приняли я помню еще давно приняла в себе ревнивицу на такую яростную вот и сейчас этого чувства у меня просто нету она слилось воедино с чувством свободы не могу понять зачем я хочу страдать вы страдаете потому что подавляете это страдание вы хотите не страдать вы хотите не страдать да и вы ваш фокус внимания на страдание ну дайте себе пострадать но на страдаетесь вы наблюдаете за этим чувством просто наблюдайте и посмотрите как ваши страдания перерастают блин выпусть что-то делать какие-то желания куда-то пойти блин попрыгать порисовать и вы понимаете то что страдать то вы уже не хотите помимо страдания там наверное в этом чувстве которое вы испытываете в страданиях да там целый букет который нужно принять иначе вам придется либо самому болеть либо наделить этими всеми чувствами всех вокруг нужно когда чувствуешь следить для чего эта ценность да просто наблюдайте мысли отключите мозги отключите но если вам переводчик будет подкидывать еще и классные какие-то объяснения одно другому не мешает но чувствовать просто наблюдая за чувствами просто наблюдать вы здесь и сейчас находитесь блин это поток любви только здесь и сейчас ваше сердце открыто настолько просто вообще не знаю как это объяснить вы просто это не пробовали вы но ну на уровне ума пытаетесь это осознать переварить догнать но вы возьмите и сделайте вот смотрите сколько отзывов пишут кто вот находился несколько дней наблюдал просто своими чувствами без анализа без ума без ничего без оценок каких-то посмотрите какие у них чудеса происходят зайдите на наши эти марафоны телеграммы канал где мы общаемся посмотрите сколько людей пишет отзывов ну конечно отзывы больше на закрытых конечно почему-то на открытых каналах вот говорю пожалуйста ну или ты чё такая дорогая ты чё такая дорогая ну постоянно чувство вот хрени какой-то да у людей нехватки ты дорогая мне нет денег на тебя я вот хочу с тобой там поработать я говорю вот бесплатный канал каждый день задаете мне вопросы я блин там каждый день отвечать ни одного человека там нету а все это дело почему потому что вы на самом деле нихера не хотите со мной общаться вы нихера не хотите этих денег вы хотите там паны чувствовать вот эту безысходность вы хотите чувствовать эту херню какую-то которую подавляете в себе вы хотите это чувство чтобы это увидеть разглядеть потому что вам дали возможность у вас есть бесплатный канал при задавайте вопросы тишина зато нытье то что вот блин так дорого 1000 евро консультация суточная там стоит там на два дня на день это так дорого у меня денег у меня куча проблем и так далее блин ты просто хочешь поныть и не хочешь разбирать ситуацию очень часто сколько было марафонов я делаю их прямо ну специально дешевыми прям по 100 евро за вместо там 5000 евро как обычно я делаю или там за место тысячи и люди просто приходят и молчат вот просто молчат что были что чаю попили но не хотят они решать проблему не хотят поэтому люди перестаньте других винить это ваши собственные чувства вы хотите в них вариться ну позвольте им быть наблюдайте за ними вы увидите как ситуация поменяется вы все время пеняете на материальный внешний мир он такой блин яблоко кривое не зеленая нифига пропавшие протухшие при чая стою там все причина не вас вечно у вас где-то там все вы себя раздаете 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 но столько возможностей у вас на самом деле есть миллиарды этих возможностей вы просто разглядывать не хотите вам даешь эти возможности вы в упор не видите ой нужно когда чувствуешь следить для чего так нет нелли вот уже три дня мой 16-летний сын перестал играть в компьютер что-то читает оказалось библию я испугался ситуацию вспомнил что отрицал всегда все просит к священнику повезти прям не знаю что делать видеть ира почему нет ничего там тоже нету плохого совсем да это внешний источник но может он через внешне к себе придет внутреннему просто позвольте этому быть не мешайте его желание ну и плюс у вас желание блин вечно во мне чего-то находить то что есть вас вы наделили мною то есть собой меня наделили вот так вы точно так же лезете к нелли давыдовой статьи как ваш сын в библию вы точно так же молитесь что я вам там решу ваши проблемы я уже как священник для вас стала сын вам это отражает но признайтесь просто признаетесь да блин я ходил хожу к нелли иисусом не как священнику я читаю статьи как библию ну признаю ну да ну хорошо наблюдайте за этим чувством посмотрите как поменяется сейчас поведение сына сколько в тебе терпения о много я это признала и не терпение тоже кажутся я начинаю втуплять да ура такая простая мои уши начинают слышать появилось желание слышать вы начали слышать до этого у кого появилось желание тоже слышали короче вы не слышите потому что нет желания слышать вы хотите еще много чего подавлять но боитесь вы в боли ти боитесь неля вот страхи можно также прочувствовать да конечно идите мы блин со страхами это вообще блин кусок мы всегда проживали просто брали и шли в страх проживали делали то же самое что вам про чувство говорю мы мы все делали со страхом мы сначала копались в мозгах потом проживали страхи а теперь я взяла и чувство переложила на Тоже дуальность, то есть у нас сначала были дуальные программы с мозгом, но мне уже с мозгом работать уже не интересно, мне хочется уже теперь с чувствами работать. То есть та же самая методика, ничего не поменялось, все то же самое, просто из шаблонов мышления перешли на чувства, из страхов мы перешли проживать чувства. Точно так же, как мы страхи проживали, есть на каналах, как проживать страхи. На ютюбе у меня разбор страха, как прожить там потери ребенка, допустим. Ментально закрываете глаза и просто идете в этот страх и наблюдаете за ним, а что там происходит, ну хорошо там, я боюсь, ну что я там боюсь, со скалы прыгнуть, ну прыгайте, ну что там дальше, ну умер, хорошо, рождаетесь опять, ну прыгайте. Пока до вас не дойдет, наблюдайте, проживайте этот страх до тех пор, пока вы не поймете, блин, что такое страх на самом деле. Страх это огромедная сила, которую вы в себе подавляете, ну просто огромедная. Охренеть, оказывается, все просто. Конечно, хотите запрятать самое, 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 блин, самое место, в которое нигде ничего никто не найдет, положите на самое видное место, знаете такое. Записи видео будет, не уверена, блин, минута осталась. Ох, опять хотела почитать комментарии, все и не почитала. Как прочувствовать бедность? Это же не чувство, это чувство, вы все время чувствуете, вы все чувствуете, вы вообще все чувствуете, вы считываете информацию вообще отовсюду. Вы чувствуете, блин, каждый камень, но вы не хотите это видеть, что вы чувствуете. Но как только ваш взор внимания, фокус внимания обратится на это, вы почувствуете, вернее, вы и так чувствуете, вы увидите, что вы чувствуете. Как только вы обратите на это внимание. Я уже хакнулся. Я вижу, что вы это можете. Было бы желание. Все. Целую. Пока.